доброе утро девочки мои 5 часов утра сегодня птички вон там летают ласточки прям под небом чирикают так а тут пока еще не проснулась я заметила что они здесь начинают чирикать попозже любят поспать птички это я такая ранняя ветра нету 22 градуса 5 часов утра 22 градуса но это было ночью днем будет 35 сегодня передавали но зато потом прохладные дни начнутся так ну пока утро свет я люблю так вот с утра пораньше встать рассвет поснимать посмотреть как солнышко откликается на крышах дому пойду кофе попью пока еще рано делами заниматься просто нужно лицезреть и любоваться красотой ну что девочки вышла я из дома порядок навели я смотрю во дворе все веточки поубирали в общем пустыне осталось машины стоят машин много много у нас так кое-куда мне нужно сходить я хочу заодно посмотреть что у нас творится с той стороны затем домом мусор надо вынести хочу сходить я в жилу есть причины туда идти такой вот бардак у нас сейчас тут творится тут какая-то машина приезжала выгрузила вот этот вот не знаю доски не поймешь тут что и в общем беспорядок у нас тут ну вот это тоже люди выносит ремонт делают но вот три дерева которые тут срезали стояли тут у нас три каштанчика таких но хорошо хоть что-то оставили не все срезали посмотрим что там так трава уже жухнет от жары ну тут тополя еще все на месте смотрю тут много тополей тут один ряд тополей по над домом а второй ряд по над олейкой цветочки вот уже розочки завяли так вот тут вот девчата смотрите какой странный кран я такого не видела раньше что-то тут строят по над дорогой ну вот выкупили дома старенькие и какой-то еще один магазин нам тут построят так ну чё я решила пройтись у нас же у перенесли сюда поближе одну остановочку пешком пройтись хочу посмотреть где они находятся увидеть их если они там живые есть вообще люди я собственно говоря тормознула там встретила нашу дворничек ну поговорила с ней по поводу мусорки оказывается она звонила раньше мусорку вот этот весь мусор подгоняли машину и выгребали доски там что-то крупногабаритное выгребали до прошлого года это чистый город занимался этим в этом году они сказали что этим уже заниматься будет будет же она говорит что она обратилась же у сказала им они были вылупили глаза как будто бы первый раз вот это все вообще-то слышит вот и еще раньше ей доплачивали там малюхонькую сумму вообще за то чтобы за то чтобы она подметала вокруг этих жбанов и убирала там мусор вообще копейки конечно но хоть что-то платили она этим занималась потом они перестали платить сказали что чистый город должен заниматься хотя изначально первоначально чистый город этим занимался в общем короче говоря и она говорит что чистый город тоже не подметает этим не занимается теперь в общем куда жаловаться неизвестно как всегда все же это мафия вообще все друг на друга пинают у всех денег нету бедненькие а мы должны все это безобразие терпеть вот вот я иду в жил хочу узнать где они находятся если вообще электрики электрика третью неделю уже не могу дозваться звонила звонила оставляла заявки но они все куда-то отбиваются обратной реакции нету нету сайта нету почты у нашего жил чтобы можно было там что-то написать какие-то фотографии оставить вот я сфотографировала нашу мусорку не скинула бы чтобы не идти вот так пожаре то запишем но в любом случае стоит конечно пойти узнать что к чему них как дальше действовать как дальше поступать чтоб я знала наши жильцы чтобы знали тоже а ну оттуда будем плясать что будем дальше делать дошла я до этого здания сейчас найду где это находится так ну вот это вот одна остановочка как раз остановка следующая напротив и вот это двухэтажное здание с той стороны там какой-то бар сейчас пойдем с этой стороны я даже не представляю где это может быть посмотрим понятное дело что вывески никакой конечно же наверно не будет но тут дверь что еще где еще пойдем с той стороны посмотрим где там дверь вот где деревья надо срезать деревья очень близко людям к окнам очень близко насажены тоже такие же старые очень древние тополя и тоже вот гнилые я вижу вот гнило дерево а какие тут заросли в дворах просто джунгли тоже может займутся этим как-нибудь так но тут еще какая-то дверь велберис не все там какой-то кибер-клуб мы все значит остается только одна дверь с той стороны посмотрим в общем короче здесь заперты двери никаких вывесок нету сюда постучала сюда постучала дверь еще одна дверь все закрыто пойду здание обойду со всех сторон короче я смотрю наша же у спряталась так что его теперь не найдешь телефон никто не берет и адрес они тут оставили но их судя по всему тут и нету так а это что это магазинчик пивко пивко продают вот тут в магазинчике их не будет рядом еще какая-то дверь ну-ка пойду посмотрю так подергала я дверь пивко тоже закрыто и рядом дверь тоже закрыта идем дальше я сейчас просто принципиально подергаю все двери зайду везде здесь вроде магнит был не знаю ставили его или нет но была вывеска магнит сейчас вывески нету обойду со всех сторон подергаю все двери чтобы точно быть уверены что я здесь побывала и будем тогда оттуда плясать придется тогда писать в жилой инспекцию раз нет возможности попасть в жилу вообще тут открыто так девушка мне сказала что это вот здесь а вот же у 5 второй этаж ну что пойдем ну все девочки сходила пообщалась поговорила хотела записаться на прием к начальнику но она говорит сейчас пока прием не ведется в общем то но она секретарша ответила на все мои вопросы и задала и кучу вопросов по поводу мусорки там она гречес решается вопрос между чистым городом и вот ими по поводу двора благоустройства но она сказала это служба благоустройства нужно город обращаться по поводу нашего разбитого асфальта возле дома вырубленных деревьев старенькая уже такая у нас детская площадочка все такое прочее это все благоустройство нужно обращаться вот по поводу электрика она позвонила к электрику сказал подойдет не знаю почему он не подходил до сих пор вот попросила я у нее электронную почту она мне дала я говорю чтобы я к вам каждый раз не ходила вот чтобы я могла вам на электронную почту написать потому что дозвониться невозможно вот я могу что-то там написать какие-то фотографии приложить в общем-то пообщались по поводу чистоты в подъезде в общем разные вопросы которые у меня по ходу всплыли за на протяжении не знаю такого времени была куча вопросов мне когда было ими в общем-то заниматься в любом случае обратная связь у меня теперь есть на все вопросы мне она ответила спокойно мы поговорили обсудили в общем-то без всяких нервов обычно я тогда уже уйду я просто помню что это время какие-то нервы все какие-то там злые но вот сегодня звезды сошлись и все спокойно обсудили спокойно помешили и пойду я сейчас скорее домой должен подойти ли ты хочу его увидеть новую лампочку ему дать чтобы он скрутил а мне еще надо забежать в магазин хлеба купить там еще кое-что вот выхожу я сейчас на солнце девчата и все сейчас быстренько ноги в руки прям бегом бегом побегу все потом уже с ним дальше все девочки я дома у меня прохладненько работает сплит так хорошо на улице прям жара уже невозможная кстати кто-то из вас спрашивал как поживает гортензия ну она уже давно отсвела ну что поживает поливаю с удобрениями брызгаю на листочки в общем нормально она себе поживает а я решила приготовить себе икру что-то захотелось кабачков баклажаны взяла маслица налила чуть-чуть в общем стану скоро должен прогреваться сейчас все это нарежу кубичками кабачки баклажаны помидорчик лук и у меня замороженный болгарский перец его надо уже расходовать ну и все лавровый лист соль перец все дела обжарю потушу будь мне икра все займусь этим делом теперь вот так вот моя и корочка потихонечку кипит в общем я уже все покидала даже посолила сейчас она немножечко еще покипит нужно чтобы жидкости меньше стало мокрой крышкой потом в принципе уже почти готова еще чуть-чуть и все давно уже не делала такое дело очень люблю кабачки с баклажанами с перчиком с помидорчиками все очень вкусно лавровые листья тут все есть все доделывается уже доброе утро девочки мои день следующий я решила подвести итоги в общем-то вчерашнего дня ну то что я хоть сходила в живую пообщалась благоприятно пообщались нормально позитивненько так высказала я много недостатков в общем-то что в доме творится но это это даже еще не все потому что думаю надо чтобы поэтапно все это делали что вы думаете она вчера секретарша звонила при мне электрику я слышала она как с ним разговаривала сказала ему чтобы он пришел он вчера так и не пришел за мусорку сказали что будут убирать разговоры сейчас ведутся переговоры кто этим должен заниматься чистый город или они в общем вопрос решается но вчера никого не было сегодня вот уже утро пока никого нету я решила это видео коротенькое такое закончить пока что и будем смотреть уже честно говоря у меня уже появляется желание снять отдельное видео по поводу вообще вот всех недостатков которые у нас вообще будут существуют в доме и это видео смонтировать и показать вот нашему жил жил инспекции кто там еще чтобы они просто видели что есть такое видео я наверно опубликовывать его не буду не знаю вообще не знаю интересно вам это или нет нужно вам это или нет с другой стороны мне не очень хочется чтобы вы видели вообще-то это все безобразие но если прямо не меня принудит то я наверное опубликую а кстати говоря напишите мне в комментариях вам было бы интересное видео такое посмотрите я не знаю это ужасно будет видео конечно вот ну и что я в общем-то продолжаю ждать электрика я уже сегодня утром написала письмо секретаж и слава богу что она мне дала электронный электронную почту я написала что или ты мне так и не пришел я его так и продолжаю ждать ну и сбросила на почту фотку вида из окна как говорится на мусорку это так чтобы она у нее была эта фотка на всякий случай ну и подождем посмотрим что из этого будет дальше вот ну а следующее видео я наверно буду снимать не на тему вот этих вот наших как говорится проблем домашних до на стюльку сегодня вечером садика забирать пойду так что это будет уже другое видео но пока я с вами прощаюсь пишите комментарии ставьте лайки и до свидания всем пока пока